В свете последних политически окрашенных событий вопрос о порядке проведения митингов приобрел особую актуальность. Он вызвал жаркое обсуждение среди депутатов, но большинством голосов его приняли довольно быстро. А это значит, что в крае, на удивление, расширен список мест, где теперь можно проводить митинги и пикеты. Но это не инициатива краевых властей, а общий федеральный тренд. Так вот, в списке одобренных локаций, торговые центры, рынки и территории, прилегающие к многоэтажным домам, но все не так просто. Если на митинг собирается прийти больше 500 человек, нужно учитывать финансовый вопрос организации. Если мероприятие проводится с участием более 500 человек, и на него собирается средство с неопределенного круга граждан, то должны указываться реквизиты банского счета, на который собирается. Если митинг планируют в торговом центре, нужно согласие его директора. А если рядом с жилым домом – одобрение ТСЖ или УК. Плюс санитарные требования – маски, дистанция в полтора метра. Выходит, теперь это также в зоне ответственности организаторов протестных акций. Вот те силы, которые вывели людей в субботу на улицу, они что, уведомления подавали о проведении публичного мероприятия? Они хотя бы пытались ваши вот эти запреты каким-то образом соблюсти? Нет. И естественно, что подобного рода дальнейшее закручивание гаек, оно лишь приведет к дальнейшей эскалации насилия, потому что у граждан остается все меньше и меньше легальных, законных способов высказываться у недовольства. Начните повышать уровень жизни людей, и они не будут выходить на улицы. Дайте возможность людям легитимно выражать свое мнение по поводу тех законов, которые вы принимаете. И еще одна важная тема. Сегодня краевые депутаты начали целую серию принятия законов о муниципальных образованиях и по сути создают Залесовский кейс. Это первый район, готовый к переформатированию. Когда власть на территории централизована, главпоселений нет, а вместо них на местах представители администрации. Из плюсов такой организации – экономия на зарплатах и пересмотр налоговых отчислений. Упрощенная система налогообложения делится пополам. 50% идет в муниципальное образование, 50% идет в краевой бюджет. Разработчики законопроекта предлагают стимулировать наши муниципальные округа и передать им уже 75% от упрощенной системы налогообложения, 25% оставить в краевом бюджете. Но это пока в планах, а сегодня депутаты сделали лишь первый шаг. На законодательном уровне прописали понятие «муниципальный округ». Среди других решений парламентариев – обязать муниципальных и госслужащих вместе со сведениями о доходах отчитываться о биткоинах, цифровой валюте. Также депутаты расширили список номинаций для премии в области науки и техники. Теперь их смогут получить и те, кто внес свой вклад в решение экологических проблем или развития туризма. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.